Книга «Открытым оком. Тема мусульманства. 19-й том. Вопрос 3352. «Если сегодня на необитаемый остров пришли бы одновременно миссионеры от христиан и от мусульман, и им бы разрешили там проповедовать свои учения без насилия, без угроз, то кто бы имел больший успех?» – отвечает Игнатий Тихнич-Лапкин. На основании Библии и Корана без насилия не обойтись бы никак. Коран прямо повелевает уничтожать многобожников, которым перечисляются и христиане. Ставите изначально невыполнимую задачу. Но, если выбросить из Корана аят и меча, тогда успех был бы потрясающим. На стороне мусульман, если бы там жило какое-либо воинственное племя или Голливуд. Коран. «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих. И убивайте их, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас, ведь соблазн хуже, чем убиение. Сражайте все с многобожниками, как они все сражаются с вами» 9 сура 36 яд. «Неверны те, которые говорят, что Мессия и Сын Мария есть Бог. Неверны те, которые говорят, что Бог есть третий в трех. Если не отстанут от своих слов, то их нечестивых постигнет лютая казнь» 5 сура 75 по 77 яд. «Жития святых полны описания мучений, разбоем и казнями от арабов первых шесть веков. Упростим проповедь до слов об обещании загробного рая через встречение от разбоя и от многоженства, и обещаем того же или даже более красочное описание рая с наслаждениями, более понятными, с пятием и женщинами-девами. То кто будет иметь больший успех? Артистам Мухаммеду Али, Майку Тайсону ничего не нужно менять, они уже готовые мусульмане. Если же быть добрым христианином, то надо бы прекратить неистовство по женской линии. Установление веры Магомеда Мухаммада началось с разгрома противников-кочевников из правильного дележки добычи – дележа. Повторяю, что если бы это было бы на необитаемом острове, совершенно недосягаемом ни для одного из внешнего мира, истинное христианство было погублено монашеством, запечатавшим в самых ревностых за стенами монастырскими. За шесть столетий не могли дойти до калмыков, татар, тукменов и других. И на тысячи лет заморозили многие жаркие страны с таким доверчивым народом. Христианство принимают те, кто ищет духовного, рождение свыше, как галаты. Византийский император XIV века Мануила, второй апалеолог, в богословском споре с перцем сказал «Хорошо, покажи мне, что нового принес Мухаммад, и ты найдешь там только нечто злое и бесчеловечное, такое, как его приказ распространять мечом веру, которую он проповедовал. Кто желает привести кого-то к вере, нуждается в способности хорошо говорить и правильно мыслить, а не в умении творить насилие и угрожать». Галатам 3.3 «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Римлянам 6.21 «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти». Тихотворение «Идите подвое и отрисайте прах на всех, не принявших святое благовестие. Благословены ноги в долинах и на горах, они несут язык, а руки только крестят. Идите, засвидетельствуйте мертвым, растоптанным, униженным в тряпьях. И если, не дай Бог, кто скажет против, трясите пыль, нет личностей запретных. В день судна эта пыль заговорит. Откуда кто принес ее из дальней дали? Пыль мольчаливая, тогда поднимет крик. Свидетельство-то будет крепче стали. «Но прежде пыли разбомбите ложь. Разбейте цитадель поповских бредней. Традиции корня пусть испытает нож. Пусть истина на целине окрепнет. Идите подвое по улицам и скверам, по переулкам офисам пузатых. Хоть кто-то, пусть один, но он поверит, усвоит проповеди животворный запах. И этот кто-то будет обличитель, не принесший Христа святую кровь. И потому, монахи, не молчите. Штурмуйте крепости, бросайте через ров. Ни тысячи, ни сотни, пусть одна. Грехом избитая душонка возродится. Заслуга в том, что смог достать со дна. Подверг себя, задушив, многим риском. Один другого сможет поддержать. Заснувшему и сон обезопасить. Мы посланы, да просто чинить держав. По слову точно возвещать, не басни. Нас заждались окраины столицей. Живые пункты с человечьим сбродом. Мы двое, с нами троица в трех лицах. Не пропустить к сердцам заросших тропок. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин